Алоха, друзья. С вами бывалый путешественник Андрей. За моей спиной нет. Это не Эйферия башня, мы не в Париже, мы не в Амстердаме, мы не в Штатах, мы в моем любимом Киеве. Да, и сегодня у нас с вами путешествие по Киеву. Сегодня мы вместе проведем день в Киеве. Мы сейчас прямо у меня находимся дома. Я позавтракаю быстренько гречкой, спущусь, возьму свою машину и поедем кататься по делам. А вечером у нас с вами грандиозное событие. 150 человек придут просто встретиться, рассказать, что им нравится, что не нравится в жизни, просто вдохновиться, дать свои комментарии мне о том, как вести свой влог, либо чего-то спросить. Короче, встреча с подписчиками сегодня вечером. 150 человек должно прийти, а тело больше. Друзья, подписывайтесь, комментируйте. Погнали знакомиться с Киевом. Друзья, мы с вами приехали в место, в котором я практически каждое утро пью кофе. А еще я здесь часто завтракаю, обедаю, иногда ужинаю, потому что у них просто замечательный чечевичный суп, который я ем в двойной порции регулярно. Место называется Арома. Арома-кафе на Жилианском. Мы сейчас с вами попьем кофе и будем двигаться дальше. Значит, дорога от моего дома до Аромы заняло где-то 35 минут. Это учитывая, что ехать всего лишь где-то 5 километров, не больше. Киев даже летом все равно город пробок. Люди разъезжаются, но люди в том числе сюда и переезжают. Погнали в Аром. Шалом, православная. Можно вас? Салям, алейкум. Да. Ой, это Антон. Это я. Привет, Антон. Это я. Привет. А это Марго. Ша. Привет. Ша. О, Филипфчик. Он мне готовит супчик. Подождите, а не видно. Помаши ручкой. Вот. Привет, Влад. Приезжаю как домой, как домой. Все, берем кофе и идем. Едем дальше. Друзья, мы с вами приехали на улицу Богдана Хмельницкого, пересечение с Владимирской. Прямо за мной находится Красный университет. Это университет Шевченко. Мне кажется, одно из самых крутейших заведений, которые есть в Украине, где все хотят учиться. Я там не учился. Вообще есть такое у меня мнение, что если вы еще сучитесь, возможно, вам нужно прямо сейчас бросить свое обучение и идти работать, жить и наслаждаться, и продвигаться. Потому что, честно, очень часто обучение ничему не помогает. Только тому, как выживать. А выживать вы скорее все равно научитесь на улице и в реальной жизни. Друзья, мы с вами приехали в Бутик Монблан, где-таки будем давать какое-то интервью изданию INUA. О, а вот наш Илья ждет. А он не знает, что мы будем снимать? Илья, ты же не знал, что мы будем снимать? Привет. Привет. Друзья, знакомьтесь. Всем привет. Да, это Илья, всем привет. Это Илья, главный редактор ведения INUA, онлайн ведения, так? Да, да, да. Про IT, про стартапы, про життя, про бизнес. Про гроши. Про что мы будем сейчас узнать, Илья? Про это будем говорить. Про гроши. Про бизнес, про стартапы. Брэнду нужны эмоции. Что это за статические фотографии? Я рисую, я стою возле рюкзаков, я стою на фоне мугла. Что такое эмоции? Эмоции, это когда ты на весь магазин, когда здесь нет, правда, клиента. Кричишь. Кричишь что? Кричишь сиськи и прыгаешь. Погнали. Сиськи! Вот так. Еще раз. И с ручкой. Вот так вот. Должны быть эмоции. Эмоции должны продавать. Да, друзья, эмоции. Получили эмоции? Я. Получил. Ручку не отдают. Полтора миллиона визитов на сайт Trigman.com. Это в месяц. Это 900 тысяч уникальных посвителей в месяц. Это 550 тысяч прочтений блока. Это 25 тысяч человек, путешественников, которые ежедневно ищут авиабилеты. Это 160 тысяч групп в Фейсбуке. Это 30 с чем-то тысяч групп в Телеграме. Это почти 50 тысяч мой канал в Ютубе. Это еще очень много всего. Я подумал, блин, а что я могу сделать? Я путешествую. У меня было вдохновение людям нести в массы свою идею. Бери и делай. Бери и делай. Это знаешь о чем? Например, абстрагируемся от всего. Ты у меня работаешь. Например, да? Ты и еще 50 человек. Я тебе говорю, Илья, сделай вот эту задачу. Ты сидишь такой, блин, как же ее сделать? Я никогда не делал. Сидишь, думаешь. У тебя есть 50% вероятности, что ты примешь решение и сделаешь то, что я тебе сказал сделать. К примеру. Да? 50% вероятности, что ты будешь долго колебаться и в итоге не сделаешь. Если ты принял решение и сделал, у тебя есть 50% вероятности, что ты сделаешь офигенно. Да? У тебя будет классный результат. И 50% вероятности, что ты можешь получить очень крутой урок в жизни. Да? То есть, в любом случае, если ты делаешь, ты либо получаешь урок, учишься, двигаешься дальше, либо ты получаешь очень классный результат. И то, и то является добром. Если ты не сделал, если ты сидел, прокрастинировал, то у тебя нет ни урока, ни результата. Поэтому я, когда своим говорю, берите и делайте. Я понимаю, что вы чаще тупее, чем многие на рынке. У вас нет опыта. Не страшно. Я признаю это. Просто учитесь. Ребенок же, когда рождается, он же не идет сразу, не бегает, не играет на фортепиано. Он учится всему. Точно так же и ты, когда берешь и делаешь, учишься. Большинство людей боится предпринять что-то, вывести себя за рамки комфорта, подойти к девушке, познакомиться, устроиться на работу, пойти туда, куда хотела всю жизнь, начать играть в футбол, как я, к примеру, никогда не пошел, а всегда мечтал. Много чего. Поэтому я через историю людей, которые захотели куда-то переехать жить, показываю, что можно просто брать и делать. Это одна мотивация основная. Вторая мотивация... Я про проект экспады, как это звучит. Вторая мотивация. Все переезжают в города. Эйфелевая башня, фонтан Треви, не знаю, Монмартр. У всех одно и то же. Но никто не видит город с другой стороны, когда ты с утра встал, тебя расходить в магазин, заплатить страховку, отвезти детей в садик, заплатить коммуналку, снять квартиру, устроиться на работу, поругаться с соседями и так далее. Что это за жизнь там? Как наши живут там? Я хочу через истории настоящих людей, которые приняли решение и уехали, доносить жизнь города, варьбу города. Илья, скажи мне, ты меня интервьюровал. Какое честно, откровенно сложилось впечатление? Хорошо. Дуже много позитивной энергетики. И я люблю, когда в собственном бизнесе супер заряженный на результат. И живет этим бизнесом, и чувствует его. И плюс мне нравится, что бизнес не один какой-то вот так вот. Просто идея и все. А у вас и TripMyDream медиа, и развитие таких разных проектов, и YouTube, и TripMyDream. И TripMyDream. Благодарю Илье. У нас было интервью для НВА о бизнесе и жизни. Илья, дай петюню. Вот, друзья, мы с вами погнали дальше. Полноценный обед. Времени пока не хватает. Все, что хватило. Выпьем сейчас вот такой клубничный смузи в каком-то заведении, в котором этот смузи стоит 98 гривен. Он находится прямо между тем местом, где я только что давал интерьер, и бизнес-центром Леонардо, куда на важную бизнес-встречу я сейчас отправляюсь. Мы закончили презентацию с моим помощником Андреем. Хотя, как только что зашел, сидел там у дядя, встал здоровый. Говорит, слушайте, я сегодня с утра смотрел ваши влог из Америки. Я такой, да, серьезно? Да, блин, так приятно вас видеть вживую. О, друзья, сегодня со многими из вас мы встретимся вживую. 150 человек должно прийти. Но мы заканчиваем и бежим на встречу. Посмотрите, через, через, через 13 минут начинается важная бизнес-встреча. Все, я погнал. Друзья, прямо за мной находится один из самых дорогих бизнес-центров Киви. Называется бизнес-центр Леонардо. Он находится прямо напротив оперного театра. Мы сейчас пойдем с вами на серьезную встречу, которую снимать не будем. Встречу, которая стоит больше 100 тысяч долларов. Ну что, погнали? Йоу. Бегу со встречи. Встреча прошла круто. Рассказал про сервисы TripMyDream. У нас, на самом деле, 5 бизнесов. Рассказывал про наш YouTube-канал, про наш медиа-бизнес, про наш Advertising Agency, про наш продакшн. Возможно, закроем очень большую сделку. Очень большую. Сделка на более 100 тысяч долларов денег, вот. Я сегодня обедал на часах. Начало 5-го. Сейчас поедем в одно место, где я люблю покушать фалафель. О, это Бессарабочка. Готовы? Поехали. Доехали мы с вами в центр вселенной. Это вот тут от меня справа находится Бессарабка. Слева арена. Мне такое ощущение, что здесь все собралось. Бессарабский за 20 гривен дядя, который ничего не имеет общего с парковкой, запарковал. Было единственное свободное место. А мы с вами бежим на Бессарабский рынок. 7 минут, и мой фалафель готов. Я пока походил по рынку, поснимал. Тетя, которая продает черешню, сказала, у вас разрешение ей снимать. Боже, а зачем? На черешню надо разрешение, чтобы ее снимать? Нет у нас надо брать разрешение на рынке, чтобы это снимать. Сори. Руководство рынка мы снимаем без вашего разрешения. Это очень вкусный фалафель. Он стоит всего лишь 68 гривен, двойная порция. И вот так вот садишься, простой хипстер, либо непростой хипстер. Хипстер и сами по себе непростые. И наслаждаешься фалафелем, либо всем остальным. У нас без 15.05, и через 45 минут уже начинаются встречи. Ну, что, пообедаем в фалафеле. Погнали в Гулливер, в Creative Quotter. Да, нас сегодня размещает Creative Quotter. Большая благодарность Илье Кенинштейну и его команде. Они нас бесплатно размещают, друзья. Они наши партнеры в этой первой встрече с подписчиками. Как поешь, сразу прям меняешься. Все, бежим с вами на ивент в Creative Quotter. Кстати, там для подписчиков тоже будут угощения. И нашим партнерам в этом ивенте стал бокс-кейтеринг. Это первый в Украине кейтеринг, который доставляет нормальную еду в боксах. У них есть горячие блюда, закуски. Я заказал не мясо, не сало, не колбасы. Я заказал органическую, нормальную, веганскую еду. Будет много чего вкусного. Кстати, ребята работают как в Киеве, так и в Одессе. Они наши партнеры, скажу честно, сделали нам еду. По себе стоимость. Мы за нее заплатили, но это было по себе стоимость. То есть по партнерски. Все, погнали. Йоу. Ну что, мы подъезжаем в торговый центр Гулливер. И там, в креативном пространстве Creative Quarter мы сейчас будем с вами встречаться. Я позвольте точно. Готовы? Мы наконец-то зашли. Здесь вообще собираются какие-то очень креативные, в основном, молодые люди. Блин, а реально же Creative Quarter, они все креативные стартаперы, что ли, предприниматели. Слейт какой-то здесь сидит. Я не знаю, кто это. Кто такие Слейт? Они ваши резиденты, что ли, сидят все? Да, тренинг у них. Тренинг у них? Там парная стойка красивая. Блин, здесь так прикольно. Давай программу смотреть. Давай софи сделаем. Привет. Йоу. Всегда на позитивчике. Спасибо. Я? Да. Благодарочка. Ну, да. Как можно по-другому? Счастье. Ну, да. Типа того. Почти. Уже очень скоро здесь будет полный, полный зал, полный зал людей, которые любят жизнь, которые на позитиве, которые просто берут и делают, просто живут. Блин, я вам скажу честно, я ничего не готов, ни презентации, даже вопросов не написал. Я даже не то, чтобы переживаю, а вот у меня придут же еще 150 таких, как я. Ну, частично таких, местами, не знаю. Сейчас мы с вами увидим, кто же к нам придет. Я могу просто рассказать коротко, что вы мне знаете, не знаете, а потом вы задаете любые вопросы. Я на любые вопросы отвечаю. Сзади меня находится еда, бокс-кейтеринг, которым благодарность. Мы пьем кофе, болтаем и все остальное. Все. Короче говоря, давайте я спрошу так. Кто пришел с YouTube сюда? Кто подписан в YouTube? Почти все. Почти все. А кто подписан в Telegram? Боже, тоже почти все. А кто в Facebook? Короче, я понял. Все почти везде. То есть вы обо мне что-то знаете, правильно? Давайте я за 10 минут расскажу какую-то короткую историю, а потом перейдем к вопросам. Учителя говорили, что у меня шило в одном месте. Моя мама, как учитель начальных классов, работающих в той же школе из-за этого, страдала. Меня постоянно куда-то вызывали. То есть мне все время не сиделось. Мне не то, чтобы все время не сиделось, мне вообще не сиделось. Что такое сидеть, наверное, было не про меня. И до 14 лет я, наверное, рос таким говнюком, который сегодня бы, наверное, с вами не сидел бы и не улыбался. Но потом что-то сильно поменялось. Может быть, у меня сделали сильное сотрясение. Вот я полежал 2 недели в больнице, не вставая. Потом еще 2 месяца реабилитировался после сотрясения. И, наверное, утихомирился. Утихомирился до той истории, что начал все-таки учиться, учиться сильно. Закончил Черниговский государственный технологический университет. На пятом курсе решил, что нужно переехать в Киев. А перед тем, как переехать в Киев, я еще 3,5 года проработал сторожем. У меня все время было желание что-либо делать, не сидеть на месте. В то же время я работал и преподавателем, точнее, репетитором английского языка. Вот так вот мне хотелось просто зарабатывать, покупать себе какие-то джинсы, либо что-то еще. В 2002 году на пятом курсе я понял, что нечего сидеть в Чернигове, ловить там нечего. И я, работая на пятом курсе в первом из интернет-кафе в Чернигове, Боже, я был Богом. Реально, 98-й год, нет, вдруг, 2002-й год. 2002-й год, это первые интернет-кафе появлялись. Укртелеком, я работал техником. То есть я настраивал все людям, помогал, распечатывал, открывал почту. Заводил аккаунты в чате Bizarre. Отвечал за них в чате Bizarre. Потом они уходили, я общался за них в чате Bizarre. Знакомился с тем, кто мне был интересен в чате Bizarre. Смотрел, какие-нибудь фотографии отправляли и так далее. Я шучу, чтобы было, наверное, веселее. Но в целом я был тем человеком, который был их проводником в огромный мир интернет. Я проработал 3,5 месяца, нашел какую-то работу в Киеве. И в декабре 2002 года я уехал в Киев. Уехал так, что 4 месяца я просто жил у людей на квартире, которые меня пригласили. У них было двое детей. Одному мальчику 4 года, другому 4 месяца. Я просто за этими детьми смотрел. Мне не дали работу. Короче говоря, вот так я приехал в Киев. И в Киеве мне было, если сказать сложно, то это ничего не сказать. Ну окей, короче, 2003 год. Люди, у которых я жил, мне стало некомфортно. Я понял, что нужно что-то менять. Я просто собрал вещи и ушел. В то время я понял, что знание английского языка мне может добавить не менее 400-500 долларов к моей зарплате. Поэтому я ежедневно, пока ехал с метро Черниговская до Республиканского, занимала у меня эта дорога около часа. Ежедневно занимался английским в одну сторону и в обратную сторону. Помните заправки ТНК? Вот, и BP. Вот я отвечал в этой компании за розничный маркетинг. Но все акции, которые были на заправках, все ралли, которые устраивали, кофе-то-го на заправках придумал я. И вообще купи вот это, получи это со скидкой, это придумал я. Это была вся моя история. Да, в Украине не придумал. Адаптировал из Америки? Будем говорить честно. Заправку BP сюда, здесь все открывал я. 3,5 года было как на оплачиваемом отпуске. Платили не то, что много, платили безумно много. Так что, когда тебе дают бонус, можно купить либо квартиру, либо машину. Вот в промежутке между Самсунгом и ТНК BP я встретил вот эту замечательную девушку, мать двоих детей, с которой мы 14-й год... 14-й же, да? 14-й. 14-й год вместе. Давайте реально перейдем к вопросам. Я отвечаю на все вопросы. Вообще на все, касающиеся бизнеса, касающиеся путешествий, касающиеся... Чего угодно. Задавайте все, что угодно. Я отвечаю на все вопросы, сделаем это интересно. Я буду у вас тоже спрашивать... Что там? У меня 45 тысяч подписчиков уже. У меня, кстати, сегодня 45 тысяч подписчиков. Прикиньте, мы за 10 дней набрали 5 тысяч. Капец. За 10 дней 5 тысяч. Главный секрет успешного путешествия с детьми, это взять бабушек, а лучше двух. У меня есть для этого целое видео. Правда. Вот... Ну, давайте честно. Бабушке правда секрет? Второе. Нужно грамотно подбирать рейсы. Мы безумно не любим... Баба, это ты. Так, я вижу. Мы безумно не любим летать ночными рейсами, поэтому спокойно переплачиваем за то, что дороже днем. Третье, это ребенка нужно заранее готовить. Эмма, иди сюда. Вот это вот тот пример, о котором я рассказывал даже в видео. Я здесь сейчас спрошу, куда мы летим, как мы обычно играем. Иди сюда, покажем, как мы играем. Смотрите, это происходило прямо вот так. Рубашка будет стираться. Иди сюда ко мне. Мы играем в самолетик. Сюда иди, мы летать будем. Только я грязный. И Ева так летает, мы так все летаем. Иди сюда. Вот. Ева, подержи микрофон, пожалуйста. Давай. Перформанс семейный. Иди сюда. Я ее беру на ноги высоко и спрашиваю. Эмма, куда мы летим? В Исландию. Ребенок знает Исландию. А из Исландии куда летим? В Гонконг. А из Гонконга куда летим? В Турции. А из Турции куда летим? В Гонконг. А как надо себя на борту вести? Хорошо. Хорошо. Они уже знают. Короче говоря, реально вот так вот в течение, наверное, месяца. Давай сюда микрофончик. В течение месяца, когда у Эммы был первый длительный перелет, мы летели на Бали через... Через что мы летели? Стамбул, Стамбула, Гонконг, а потом Бали. Для того, чтобы объяснить ребенку, мы играли вот так вот практически... Ну, когда я был дома. Я был дома не каждый день. Моя главная задача, как лидера одного бизнеса, второго, третьего, не демотивировать. Я не должен мотивировать. Главное, не демотивировать. Это первое. Второе, это если ты берешь молодых людей, то будь добр, потрать на них время. Мы все проблемы называем возможностями. Поэтому хейтеры, которые приходят, я им рад, потому что если я реагирую, то я понимаю, куда мне двигаться дальше. Это возможности наши. Что у нас не происходит, мы с Тарасом... Старас, что у нас? У нас такие большие возможности. У нас с Лазмином, ой, у нас такие большие возможности. Он прямо говорит так всегда, Андрей, у нас большие возможности. Тарас ни разу, сколько мы вместе, он ни разу не скрыл, что у нас что-то поломалось, что мы где-то налажали. Не все слова можно говорить сегодня. Вот. Да, Зайка? Вот. Он не боится. Он не боится. Правда же это раз? Потому что мы это воспринимаем как возможности. И хейтеров, я люблю хейтеров. Во-первых, в YouTube хейтеры вообще поднимают твой топ. Хейтеров спросим. Почему вы хейтите? Почему хейтите? И где именно? Чтобы вы хейтите лучше. А, хорошо. А как вы хейтите? А как вы хейтите? Ну, окей. Не, у каждого есть выбор реагировать так, как хочет. Я каждого принимаю. Я сейчас буквально каждому в YouTube, например, под каждым комментарием, где есть не конкурсный комментарий, просто жизнь в Испании для меня это это. Если есть, Андрей, спасибо за видео. Либо мне понравился выпуск. Либо, мудак, ты снова так говоришь, перебиваешь подряд. Да, я знаю, я перебиваю. Либо что-то я пишу. Благодарочка. Благодарю. Рад. Приятно. Услышал. Это я каждому отвечаю. Мне хочется каждому ответить. Мне приятно. Блин, человек потратил свое время. А некоторые пишут, бесит ведущий. Боже, ну бесит ведущий. Нажми кнопку пропустить. Либо не пиши комментарий. Ты смотришь видео, тебя бесит 60 минут ведущий. Это там жизнь в Испании, Барселона. Потом ты пишешь комментарий, я тебе отвечаю, ты снова мне пишешь комментарий. Но тебя же так сильно бесит ведущий. Один писал, я специально 15 минут смотрел вашу рекламу, потому что мы все-таки двор скрутим, чтобы написать, что ты мудак. Да, вот. Это я как бы делаю фильтр большой, потому что эмочка рядом сидит. Вот. Если вы открываете бизнес, у вас нет партнера. У меня вот Саша. Саша, поймаши ручкой. Монтажер, режиссер, оператор, звукорежиссер. Саша делает все видео. Вот он меня, он был триггером. Я сказал, блин, я хочу в YouTube сделать что-то еще. Давай сделаем. Он говорит, давай. Просто давай. Как я беру в команду, тебе интересно? Да. Сердцем. Я вообще не знаю, кто из моей команды где учился. Я практически не знаю, кто где работал. Мне не важно, где они работали, мне не важно, где они учились. Не важно, можем ли мы быть вместе. Могут ли они меня терпеть, потому что я жестокий. С точки зрения я все время куда-то хочу. Я тот человек, который приходит в понедельник, и они все боятся. Не потому что я пришел, а потому что у меня еще 100 500 идей. И я все время говорю, давайте это, давайте это. А я еще хочу, правда, у меня столько идей. Везде, куда вы приедете, вы привозите себя. Всегда, когда вы приезжаете, вы не думайте, что вы просто поменяли страну, и все поменялось. Нет, нет. Везде привозьте себя. Мне нравится путешествовать много. Но я люблю Киев. Мне нечем дышать в Киеве. Честно. Мне очень тяжело возвращаться в Киеве. Скажи с нами. Тяжело дышать в Киеве. И безумно тяжелый отдых, сложно дышать. Но я хочу жить в Киеве пока. Друзья, с вами был не просто бывалый путешественник Андрей. С вами был вот этот вот офигенный комьюнити, который вам сейчас скажет. Что вы скажете? Алоха. Спасибо. Давайте вместе. Алоха! Слушайте, честно, мне, я просто, я не боюсь никогда отдавать. Потому что я знаю, что когда я отдаю, я получаю еще больше. Мне было очень классно. Я теперь бегу. Я вас всех обнимаю. Вот так вот, как всем сердцем. У меня огромное сердце. Я вас всем сердцем обнимаю. Я всех благодарю. Вот. И все, пока. Я буду очень рад, если мы еще раз встретимся месяца через три. Мне очень понравился такой формат встреч. Я придумываю не просто, я и микрофон. Я, возможно, сделаю это более по-другому, чтобы одни и те же вопросы не отвечать. Anyway, всем спасибо. Haters gonna hate, но они когда-нибудь начнут любить. Я вас всех люблю. Пока. Друзья, теперь точно будет пока. Я благодарен, что вы досмотрели это видео до конца. Безумно насыщенный день. Я еще успел поздравить свою племянницу-крестницу с днем рождения. Мы сейчас находимся на улице Городецкого, прямо в центре Киева. Уже практически начинается следующий день. Я сажусь в свой любимый автомобиль, еду домой. Мне нужно, правда, немножко поработать. Завтра у меня последний день, когда я в Киеве, ближайшую неделю. И у меня очень много вопросов закрыть. Потом я улетаю с семьей в Гонконг, сниму 2 видео, инспекцию Air Astana. Мы будем лететь в бизнес-классе. Скорее всего, буду снимать на обратной дороге. И сниму еще вам видео из Гонконга. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вам понравилось, что нет. Ставьте лайки, если оно того заслуживает. С вами был бывалый путешественник Андрей. Ну что, все, теперь точно пока. У-ху-ху-ху! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok